Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. И Россию продолжила сотрясать череда загадочных смертей топ-менеджеров нефтяного бизнеса. На этот раз уже пятая загадочная смерть в Лукоэле. Вице-президент этой компании Робертус погиб накануне. Сегодня сообщили, что это была не просто смерть, а это было самоубийство. И вероятнее всего причина этого кроется в том, что украинские дроны сокрушили российскую нефтеперерабатывающую отрасль. Из-за чего сегодня цены на нефть на российских биржах достигли, побили исторический максимум. Друзья, страны Балтии собрались построить железный занавес на границе с Россией. Об этом заявила премьер-министр Латвии. И Путин решил строить настоящий рейх и выделил миллиарды рублей на проект «Патриотическое воспитание». Займутся патриотическим воспитанием россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин и первый замгловой администрации Сергей Кириенко. Настоящие российские арийцы, что называется. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, вице-президент одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» Виталий Робертус покончил жизнь самоубийством накануне. Об этом сообщает телеграм-канал «База». При этом самоубийство произошло в его рабочем кабинете. По информации телеграм-канала, тело Робертуса нашли в кабинете офиса «Лукойла» на Сритинском бульваре. В Москве незадолго до смерти Робертус пожаловался на плохое самочувствие, попросил принести ему таблетки, после чего зашел в свой кабинет, откуда уже через несколько часов вынесли его тело. После того, когда сотрудники не смогли ему ни достучаться, ни дозвониться, они проникли в кабинет, очевидно взломали и обнаружили, что он умер от асфиксии. Проще говоря, повесился. Известно о том, что Робертус проработал в компании свыше 30 лет. Это стало уже пятой загадочной смертью. Сначала полномасштабной войны, конкретно в компании «Лукойл». До этого, в марте 2022 года, неожиданно умер топ-менеджер «Лукойла» Субботин. В сентябре 2022 года глава совета директоров «Лукойла» Маганов. В декабре 2022 года глава одной из начальных компаний «Лукойла» Зацепин. В октябре 2023 года еще один глава совета директоров «Лукойла» Некрасов. То есть их выкосило в буквальном смысле. Выкосило на этот раз. Вероятной причиной смерти Робертуса стали удары, которые были нанесены по нефтяным заводам «Лукойла». Сообщается о том, что 12 марта украинские БПЛА ударили по нефтеперерабатывающим заводам «Лукойла» в Нижегородской области. Из-за этого работа завода была приостановлена в связи с инцидентом. 13 марта накануне БПЛА атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ленинградскую, Липецкую области. В частности, НПЗ в Рязани, где сгорели две установки для переработки нефтепродуктов. В результате этого российская нефтепереработка упала на 12%. Это явилось результатом поражения всего лишь за два последних дня. 12 нефтепереработающих возможностей России пошли, как говорится, коту под хвост. Ну и вот уже есть прямые результаты этого. Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщает радио «Свобода». Это максимум с сентября 2023 года, когда цены на бензин в России начали снижаться после введения временного эмбарго на экспорт топлива. Сообщается, что с 1 марта 2024 года в России вообще был введен запрет на экспорт топлива, однако бензин на бирже продолжает дорожать. При этом ситуацию усугубляет то, что масштаб нанесенных поражений НПЗ неизвестен. Вся информация об этом засекречена. Если выяснится в конечном итоге, что повреждены первичные установки по переработке нефти, сократится выпуск не только бензина, но и дизельного горючего. Что, соответствующим образом, повлияет также на цену. То, что российские топ-пенеджеры начали дохнуть как мухи или уходить из жизни по собственной воле, безусловно, и результат перенапряжения. Но также можно сказать, что это результат прямой давления на них со стороны Кремля, поскольку все эти сферы входят в стратегические оборонные сферы. И невыполнение, недостижение этих или иных показателей влечет за собой тяжкие последствия для всех фигурантов. Поэтому смерти сразу двух глав совета директоров, теперь еще и Робертуса, могут являться следствием того, что они понимали, что им просто кирдык наступит. Проще говоря, или их просто убьют, ну или в лучшем случае их должны были просто посадить. Если докажут, а доказать вину, как мы понимаем, в российской системе никакого труда не составляет. Одним словом, черные времена наступили, Украина выбивает российские НПЗ не просто так. Мы видим, что российское ПВО не справляется с ударами украинских дронов. Они стянуты в первую очередь сегодня в Украину и стянуты в приграничные регионы. Сейчас вынуждены закрывать также Москву. Их банально не хватает. И за счет этого украинские дроны неизвестного типа, не сообщаются ничего об их характеристиках, достигают целей за сотни и даже тысячи километров. Самый дальний удар был нанесен по Ленинградской области в свое время. Так вот, выбивание НПЗ, это, как говорится, устроить пожар, это прямо по Сунзи. Устроить пожар в доме противника. Пока противник занят боевыми действиями, в это время создаются проблемы в его глубоком тылу, с которыми справится он не в состоянии. Помимо того, что это создаст дикие проблемы для простых потребителей. И, кстати, накануне выборов, ну, понятно, выборов как таковых нет, но, тем не менее, для бизнеса, в первую очередь, для уборочной. Россия недавно отрапортовала, что она достигла рекордных показателей в экспорте сельхозпродукции. Это все прямо влияет на это. Ну, и, естественно, обеспечение армии. Также активно наносились удары по нефтехранилищам НПЗ, расположенным в южных регионах, в частности Краснодарском, Ставопольском крае. Это наносилось в Ростовской области. И вот, и поэтому теперь уже перешли на дальние посты. Потому что свидетельствует, с одной стороны, о возросшем потенциале украинских БПЛА дронов. Это принципиально новое поколение. Также операторов, которые четко, как мы понимаем, задают координаты. И их невозможно подавить системами РЭП. Именно те дроны, которые используются, они не подвластны российским системам РЭП. Их можно только сбить. А сбивать фактически нечем. И все объекты, которые предназначались к уничтожению, они были уничтожены. В конечном итоге было запущено достаточное количество дронов. Но, условно говоря, сбивается. В среднем, при этом, где-то от 60 до 80% дронов. Но вот этой дельты, даже 20%, ее хватает для того, чтобы выпускают с таким запасом. Рассчитаны эти цифры четко. Понимают, сколько могут сбить. Какой может быть процент будет уничтожен. И для того, чтобы просто просчитать, запускается с запасом. Вот этого запаса, его ровно хватает на то, чтобы уничтожить НПЗ. Из-за чего Россия несет не только экономические убытки. В первую очередь, еще раз повторю, речь идет о уничтожении ее военного потенциала. Военного потенциала, которому россияне противоядия так и не нашли. Тем временем, страны Балтии решили реализовать давнюю идею. Помните, был такой железный занавес, как его назвал все время Уинстон Черчилль, Iron Curtain. И вот этот самый железный занавес, как все время он опустил его Советский Союз, теперь с обратной стороны его опустят. Раньше Совок это сделал, теперь опустят страны Запада. И первым это сделают, судя по всему, страны Балтии. Они собираются сделать это в буквальном смысле. Об этом заявила премьер-министр Латвии Вика Селиня во время выступления в Вашингтоне. Мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между государствами Балтии и Россией и Белоруссией. И чтобы этого не ожидать, они решили строить сами. Как известно, страны Балтии начали уже амбициозный проект по строительству оборонных сооружений. В том числе и инженерных. Речь идет о строительстве бомбоубежищ, дотов, дзотов, использовании этих самых зубов дракона. А также, в буквальном смысле, инженерных линий. То есть, стены, которые полностью отделят страны Балтии от территории Российской Федерации и Белоруссии. Естественно, речь идет, в первую очередь, о том, что зоной, в зоне окажется, по сути, окруженной со всех сторон странами. Но НАТО она уже окружена. А теперь еще забором окажется окружена Калининградская область. Восточная Пруссия более известна. Ну, а Путин, строго по аналогии, если уже перешли к Восточной Пруссии, начал строить уже теперь четвертый рейх. Что мне дает основания? То, что Путин поручил Киренко и Мишустину за три месяца придумать план, как перевоспитать россиян. Такое поручение он утвердил и документ размещен на сайте Кремля. Итак, Киренко и Мишустин в срок до 1 июля должны разработать и представить предложение при участии заинтересованных федеральных государственных органов нового национального проекта. Он так и называется. Проект патриотическое воспитание. Стоить он будет дурных денег. На 2024 год на него заложено 45,8 миллиарда рублей. Это в 5 раз больше практически, чем на проект цифрообразовательная сфера. Или чем на проект успех каждого ребенка. Вот мы видим. Успех ребенка Путина не так и не интересует, как воспитание нового поколения рейцев. Патриотическое воспитание включается в первую очередь. Помнят все зрители 45+, да? Кто заканчивал школы в то время и поступал. Патриотическая пропаганда в школах. Такие предметы, которые формируют полноценную личность. Это я зацитирую. Стране нужны люди, процитированные, которые любят родину и готовы к самопожертвованию, заявил Путин. В сегодняшних условиях это важно. Количество часов истории также возрастет в российских школах в полтора раза. С 340 до 476. Ну и мы представляем, какую версию истории, естественно, будут представлять. Что там будут преподаваться. Арийское образование. Как говорится, все, что нужно для вас и ваших детей. Приходите, получайте. И да будет вам счастье. Но самое главное воспитывать правильных арийцев. Вот к этому, собственно говоря, все и идет, друзья. Вот такие у нас сверхинтересные новости. В том числе и которые касаются российской нефтяной сферы. Я надеюсь, мы услышим продолжение всей этой истории. И они, безусловно, будут. Поскольку уничтожаются заводы. Не только Лукова, но и Роснефть, в частности. В Рязани получил повреждение. Также 2 из 4 установок по переработке нефти. Одним словом, вся эта история будет продолжаться. И, как мы видим, никакого противоядия российская страна оказать этому не может. Ну а в фоне этого происходящий рейд успешной РДК. Льона свободы России и Сибирского батальона. Которая продолжает дальше кошмарить. Путина. И все это уже за 3 дня до даты выбора. Сегодня 14 выбора 17. Хотя предварительное голосование уже началось. Вот голосование основное пройдет 15, 16, 17 марта. Закончится все это в день Святого Патрика. Символично ирландский и главный святой. Но это, правда, другая история. 17 марта это также день рождения моей мамочки покойной. Поэтому у нас другие ассоциации. Но, тем не менее, ничего хорошего для России. Этот день 17 марта, безусловно, не сулит.